Банкай! Как главного персонажа комикса и не забыть упомянуть дважды два, а там дальше уже неинтересно. Я решил попробовать и написал свою историю. Конечно же ее не оценили, но и пох, обидно конечно, но пох на это. Не, да и не только мне обидно за тех людей, которые действительно предлагали неплохие идеи, которые сокращали их, чтобы получить эти 1500 знаков, а их идею не смогли оценить. Я например, чтобы придумать идею для комикса, почитал про саму певицу, посмотрел пару ее клипов и конечно же почитал интервью, чтобы составить психологический портрет. Но дважды два выбрала комикс, я его конечно же прочитал, который мало кому может понравиться. Вот вы, вы бы хотели читать комикс, именно комикс, про подростковые отношения, а им, этот комикс понравился, и они уже выбрали победителя. Многие люди недовольны, одни кричат, что там больше 1500 знаков, а там их действительно много, где-то в 2 или 3 раза, другим не понравилась идея автора, а третьим не понравилась, что певицу, которой нравится, как изображают кровь в фильмах, которая является феминисткой, которая любит трэш, сделали девочкой подростком, которая не знает с кем ей встречаться. Но есть люди, которые не захотели просто сидеть и смотреть. Один, даже написал мне в БК и хотел, чтобы якобы я вместе с ним и другими людьми пошел на бунт. Но я отказался, я решил пойти своей дорогой. Я не знаю, сколько людей написали дважды два и что написали, но у этих ребят, получилось. Дважды два сразу такие, ой мы не учли, что там больше 1500 знаков. Не учли они, вы когда читали, у вас не возник вопрос, что объем больше, чем у других рассказов. Но радует, что они выбрали другого победителя, который в принципе написал неплохую историю. Победителя я, конечно же, хочу поздравить, и пожелать ему, чтобы его комикс выпустили как можно скорее. А на этом все. Напишите в комментариях участвовали ли вы в этом конкурсе и будете ли еще участвовать в конкурсах от дважды два. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok